Для начала сухие цифры статистики. Левада-центр провел очередной опрос о том, кого россияне считают виновными в отравлении скрипалей по прошествии времени. В итоге лишь 3% россиян ответили российские спецслужбы. Однако более половины, 56% опрошенных выбрали ответ «это мог быть кто угодно». Опрос был проведен 18-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек, возраст от 18 и старше из 136 населенных пунктов, 52 субъектов Российской Федерации. Всего 3% после всего, что было сказано и написано, продолжают считать, что российские службы ни при чем. Конечно, некоторые эксперты считают, что люди боятся говорить правду, что именно страх руководит людьми отвечать подобным образом. Но извините, кто вот следующих граждан, которых я сейчас покажу, заставляет говорить то, что они говорят, на одной из ведущих радиостанций в России, на Эхи Москвы? Сначала послушаем мнение Олега Кашина. Если кто-то не знает, это такой журналист, который в свое время очень сильно пострадал от российской власти. Его даже чуть не убили за очередное расследование. Вы думаете, он после этого стал оппозиционным? Ничего подобного. Олег Кашин – типичный российский националист. Продолжает верить в могущество и силу России. Любит Россию. Просто всей душой и всем телом. Проживает, правда, при этом в Лондоне. Так вот, на дальней связи из Лондона, конечно же, с большой любовью к России, говорит Олег Кашин. В самом деле, да, я абсолютно не арабист, не американист, не кто-то, да. Я смотрю, как это выглядит, вот, собственно, глазами россиянина, да, глазами русского человека. Когда есть два убийства, одно несостоявшееся с Крипаля, да, второе состоявшееся и сверхжестокое, да, и заодно Россия получает набор там очередных санкций, а за другое, как бы, саудовские арабы даже не просто журят, а хвалят, что молодцы, значит, они смело признали свою ошибку их социсполнителя. Конечно, это, безусловно, такой яркий пример двойных стандартов, которые так любят обращать на них внимание наши официальные лица. Это уже в Аравии. Ну, мы понимаем, да, что для Судовской Аравии первичное отношение США, и понимаем, что этим отношениям не угрожает, в принципе, ничего. И, как бы, очередной повод в этом убедиться, и очередной повод вздохнуть, сказать, что, да, и во многом все проблемы России не от того, что, там, она действительно отравилась Крипаля, да, от того, что она Россия, собственно, был главный такой, один из главных тезисов официальной Москвы, что санкции были бы все равно, независимо от Крыма, потому что, ну, как бы, нас давно не любят, вот был Магнитский еще до Крыма, да, еще было бы, поэтому здесь как раз тоже... Ну, а теперь мнение другого известного россиянина, Дениса Драгунского. Когда я послушал и посмотрел на этого человека, я подумал, что это за странный такой дед, который ковыряется в носу и еще свои козявки обмазывает то на стул, то на собственные усы. Оказалось, господа, вот что стоит в Википедии, личность-то заметная. Российский филолог, политолог, писатель, журналист и драматург. Сын детского писателя Виктора Драгунского, дочь, журналист и дизайнер. В 73-м году окончил филологический факультет МГУ, автор множества книг и сценариев с следующим фильмом и бля-бля-бля. И вот послушайте, что эта выдающаяся личность выдает, опять же, в очередном эхе Москвы. И обратите внимание на вопросы вот этих двух тупорылых сидящих там, Соломина и Нарышкина. Эти, конечно, особые типы, я думаю, что Венедиктов специально подбирает своих журналистов по определенной шкале тупости. Понятно, что формат передач «Эхо Москвы» выглядит таким образом, что тупые, недоразвитые молодые журналисты как бы все время провоцируют своих собеседников. Иногда, правда, тупость этих журналистов зашкаливает до такой степени, что ты понимаешь, что выбирают их уже, собственно говоря, не потому, что они журналисты, а только потому, что они тупые. Итак, послушаем вопрос, который вообще ставится, а дальше, конечно же, интересный ответ. Вот смотрите, когда Россию обвиняют в том, что о покушении на Сергея Скрипаля и на его дочь, начинается вообще, тут весь мир встает на уши против России. Как говорит Путин, в руках, в лапах американского орла остаются одни стрелы, а оливковые ветви уже съедены. А в случае, когда Саудовская Аравия стоит за убийством своего поданного. Хошот же этого самого. Ну вот сейчас только что я смотрел по экрану, на экране Трамп, так сказать, начал, наконец, все-таки открыл рот и стал ругать. И индивидуальные санкции, ну, камон, аналогичные же абсолютно. Будут, 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 обязательно. Нет, но индивидуальные санкции и Россия всемирное зло, это разные вещи. Будут, и с этими тоже будут со всемирным злом. Подождите минуточку, это все происходит, так сказать, очень, так сказать, все это раскручивается. Механизм санкции, механизм, так сказать, как это называется, одьяволевания, происходит постепенно, медленно. Нет, Соломин не об этом. Соломин о том, что с Россией изначально никто не хочет дружить и использовать любой повод. Ну, вы же, кто не хочет с нами иметь дело. Ну, вы же, надеюсь, понимаете, что вот эта вот история со Скрипалем и с этим несчастным, конечно, это то, что произошло совсем хорошо, это страшный сон. Это, понимаете, трудно себе представить, что в 21 веке в стране, где есть, так сказать, интернет, как говорится, и телевидение, где вот все такое может произойти, понимаете. Но, но, вот давайте представимся такое, вот если бы, например, скажем, Россия была бы союзником Соединенных Штатов. О, Господи, что вы так говорите? Ну, вот вдруг, представьте, она была союзником, хотя бы такой, какой она была союзницей Соединенных Штатов, например, в период 41-40, практически, 6-го года. Подождите, а общий враг нужен? Вот, подождите, я про это говорю. Ну, общий враг, а, пожалуйста, вам общий враг может быть та же, та же, допустим, какая-нибудь там радикальный мировой терроризм. Вот, была бы она союзником России, то думаете, на этого Скрипаля бы... Ну, конечно, кто-нибудь бы сказал, а и нехорошо, как Скрипаля убили, на никаких санкций бы, конечно, не было. Понимаете, все это внутри, все это происходит внутри больших политических рамок, все это происходит. Не то, что вдруг Скрипаля пытались на покушение на него совершить, и тут же вдруг все стало плохо, и все возненавидели России. Да нет, конечно. Это в рамках большого какого-то процесса конфронтации, которая набирает силы, раскручивается по всем параметрам, по разным азимутам. Тут тебе одно, там тебе другое, вот. И вот тут потом прицепились к такому яркой картинке, как вот со Скрипалем. Ну, это же понятно, думаю, даже не смешно, что мы время на это тратим, на такие очень очевидные вещи. Ну, тем не менее, все равно... Поговорили бы о чем-то таком. Мы поговорим, у нас еще полчаса не было. Живых каких-то проблемах, о том, что какой-нибудь там пьяный человек там велосипед сломал. Про пьяных тоже будет. У нас пьяные болельщики есть. Пьяные болельщики сломали эскалатор, это же гораздо интереснее. Обратили внимание, да, что человек, вот этот писатель, филолог, окончивший МГУ и прочее, говорит, ну, о чем вы вообще? Давайте поговорим об интересных вещах. Например, о том, как пьяный человек поломал велосипед. Или о драке футболистов. Ну, о каких Скрипалях вообще речь? То есть, его даже бесит этот вопрос. Ведь все же очевидно, России просто накладывают санкции, потому что, как говорит Олег Кашин, потому что она Россия. Просто по факту, что вот есть Россия страна, и поэтому все, что происходит, только потому что она Россия. Драгунский же точно так же считает, что если бы Россия была в союзницах с Соединенными Штатами, то, конечно же, никаких санкций не было. А речь, по сути, идет о простых вещах. Арабского журналиста Хашогу убили на территории консульства Саудовской Аравии. Это сейчас известный факт. Один из моих подписчиков прислал страшные фотографии. Якобы с него сняли скальп и полностью вырезали половые органы. Я не выкладываю эту фотографию, потому что не верю, что она настоящая. Ну, и потом ролики с такими фотографиями будут, конечно, забанены. Как бы там ни было, вся иностранная пресса пишет о том, что это ужасное происшествие. Человек зашел на территорию консульства. Он должен был взять или оформить какие-то документы, потому что собирался жениться. И больше из дверей консульства он не вышел, его убили. Дальше турецкие власти расследовали и доказали, что убийство именно было на территории посольства. И вот это убийство сравнивается не только в этих передачах, но я еще в нескольких местах слышал, сравнивают с скрипалями. И задаются вот таким вот праведным вопросом. Как же так? Ведь Хадшогу убили, скрипаля почти не убили. Здесь санкции, а тут санкций никаких нет. Объясните господину Кашину, проживающему сейчас в Великобритании. Дело в том, что эти люди даже не пытаются сравнить методы убийства. Ведь скрипаля, господа, и в этом самая главная причина наложения санкций, убивали химическим оружием. Был произведен террористический акт против государства Великобритании, потому что на ее территории два непонятных человека применили смертоносное химическое оружие. И в результате погиб не тот человек, которого они хотели убить, а гражданка Великобритании. Точка с запятой. Можно еще добавить, что несколькими годами раньше там же Великобритании применили другое химическое вещество полоний и убрали своего очередного гражданина. И речь идет о том, что вот этими своими действиями они угрожают населению этой страны. Ведь никто не знает до конца, как действуют эти вещества. Кто-то мог отравиться в гостинице при контакте с этими людьми, дальше при контакте с скрипалями в больнице, врачи, медсестры и прочее. Вообще люди понимают, что такое химическое оружие, и что такое элементарно нож, пущенный против одного человека. То есть эти две вещи нельзя сравнивать. Хашугу убили, даже если его расчленили, на территории посольства определенной страны, то есть не за пределами, не в самой стране. А скрипаля убили на территории страны смертоносным оружием непонятного происхождения. Такие вещи невозможно сравнивать. Сказать, что у англичан огромное терпение, это не сказать ничего. Ведь нужно было накладывать санкции еще тогда, после убийства Литвиненко. И только на этот раз англичане стали жестко разговаривать. Хотя то, что применяется сейчас против России после отравления скрипалей, многие находят недостаточным, очень слабая реакция со стороны Англии. Итак, сравнивать эти два преступления – это совершенное кощунство. В одном случае пострадала гражданка Англии, в другом случае, кроме несчастного журналиста, не пострадал никто. Всему миру, и в том числе Российской Федерации, было показано все, что можно было показать об этих двух людях. Несколько недель все средства массовой информации обсуждали в подробностях, в деталях все это дело, и страна по-прежнему отвечает следующей реакцией. Только 3% населения верят, что Россия причастна к этому делу, и элита России, в том числе писатели, драматурги, журналисты, ставят под вопрос, почему же наказывают хорошую Россиюшку, ведь скрипаль жив, а хашогу убили. Правильно, давай, козюльку, вытаскивай ее, так, об стул, об стул, еще одну, об усы, угу, так. Не хочется говорить, ну вы же знаете, за что. Понятия не имею. Все это с 14-го года началось, ну и вот. И не могут забыть Крым? Конечно. Крым и это самое, вот это вот ЛНР. Козюлька продолжает висеть на пальце, да. Так, об волосы, вот так, вот так, вот так. Ну и теперь ее так все-таки уберем с пальца, да, уберем, все-таки мешает козюлька, да. Вот, пожалуйста, русский писатель, драматург. Не просто культура поведения, рядом сидят два человека, и все это демонстрируется на ютуб, но и интеллекту человека позавидуешь. Правда же? Ну, это же понятно, я думаю, даже не смешно, что мы временно это тратим на такие очень очевидные вещи. Ну, тем не менее, все-таки поговорили бы о чем-то таком. Да мы поговорим, у нас еще получится, а не волшебство. Живых каких-то проблемах, о том, что какой-нибудь там пьяный человек там велосипед сломал. Про пьяных тоже будет. У нас пьяные болельщики есть. Пьяные болельщики сломали эскалатор, это же гораздо интереснее. Этот народ, Акашин и Драгунский, это представители интеллигенции этого народа, так сказать, мозги. Эти люди либо сшиты так, то есть генетически, либо образование в МГУ настолько дерьмовое, либо, я уже подозреваю, может быть, их там облучают каким-то особым образом. Но эти люди непрошибаемы.